Всем большой привет! И сегодня я покажу, как сделать вот такой каталог. И первое, что нам понадобится, это обычная тетрадь в клеточку. И так поворачиваем ее. Делайте все, как я. Берем карандаш, линейку, прикладываем линейку вот так, к нулю и вот здесь вот. И здесь у нас будет 13 сантиметров в ширину. Так, вот здесь вот 13 сантиметров. Вымеряем. Вот, видите, 13 сантиметров. И так же делаем снизу. Вымеряем 13 сантиметров. Меряем 13 сантиметров. Так, вот здесь вот тоже. Вот так. И теперь с этих точек проводим линию. Аккуратненько. Вот так. И теперь проводим линейкой. С помощью линейки карандаша я имела в виду. Вот так. И теперь по этому контуру вырезаем. И так мы вырезали вот так по контуру. И теперь мы должны ориентироваться. Поверьте, вот этой вот красной линии в тетради мы должны вот где-то вот здесь вот вырезать. По вот этой вот первой клеточке, которая идет после вот этой красной линии. И теперь вырезаем так же вот тут. Сейчас я покажу, как я ее делаю. То есть, сейчас я покажу, как я провожу вот эту линию, пока вы вырезаете. Вырезаем. И вот так вот я вырезала. Здесь немного неровно. Вот. Видите, вот здесь вот так вот, а здесь чуть длиннее. Теперь мы вот здесь сзади переворачиваем тетрадку и просто вырезаем вот здесь вот лишнее. И вот так вот у вас должно получиться. Теперь оформляем наш каталог. Берем чистый листок. Берем чистый альбомный листок А4. На этот листочек прилаживаем вот эту тетрадку. То есть, наш будущий каталог. И просто обводим. И вот так вот у вас должно получиться. Так же делаем вот здесь. Это будет передняя часть. А вот это будет задняя. То есть, переворачиваем вот так. И я даже сделаю, чтобы мы не перепутали. Это будет передняя. Тут напишем перед. А это будем задняя делать. И теперь по контуру вырезаем. И вот так вот у вас должно получиться. Вот обрезки. Мы их убираем. Просто убираем. И теперь переворачиваем наши листочки. У вас это может быть простые белые листочки. У меня это уже приготовленные распечатки. Вот пока что как-то так. Это будет у меня космос просто. Так. Вы можете пока что нарисовать что-то здесь. Или здесь. И так же все это обмотать скотчем. Вот так вот. То есть, скотчем идет. Вы можете это все украсить скотчем. Декоративным. Или обычным вот так вот, как я сделала. Теперь оно будет переливаться. Берем наш каталог. Ориентируемся вот это передат. Вы можете приклеивать обычным клеем. Я буду приклеивать... Ну... Я легких путей не ищу. Я буду приклеивать скотчем. Вот так вот. Приклеиваем. Я буду сейчас показывать, как я это все буду делать в ускоренном режиме. Мы сделали переднюю часть. Теперь делаем заднюю. А вот мы сделали заднюю часть. И вот так вот у нас получилось. Мы сделали каталог. Теперь будем делать конверт для повторок. Берем кусочек бумаги. Такой вот. Складываем его вот так вот. Ой, чуть-чуть. Неговненько. Мы сейчас поправим. И теперь перегибаем вот эту вот оставшуюся бумагу. И это будет у нас крышечкой. Вырезаем вот здесь вот то, что у нас лишнее. И вот так вот у нас должно получиться. И теперь мы должны сделать вот здесь вот крышечку. Поярче. Я беру остатки бумаги, из которой я делала обложку для каталога. Переворачиваем, как всегда. Вот так вот. Прикладываем. И обводим. Сейчас я буду делать это в ускоренном режиме. Вот так вот у нас должно получиться. И теперь мы это все вырезаем. Вот так. Переворачиваем. Вот так. И просто приклеиваем. Можно клеем двусторонним скотчем или просто скотчем. Как всегда легких путей не ищу. Я легких путей не ищу. Берем двусторонний скотч в такой кусочек. Вот так. Теперь отклеиваем. И теперь, в общем, прикладываем вот сюда. Вот так вот у вас должно получиться. Я вот ставлю так. Хотя нет. Я легких путей не ищу. Давайте украсим эту сторону сердечком. Вы можете взять как маркер, так и ручку обычную. Я возьму маркер и разукрашу ручкой. Легких путей не ищу. Я легких путей не ищу. Так, криво. Потому что мне мешает штиф. Ну, рисовать. Это неудобно. Я думаю, это для всех так неудобно. Разукрашиваем. Разукрашиваем. Так, немного закрывать. Ничего страшного. И теперь, чтобы оно вот не мазалось на руки и вообще везде не мазалось, наш каталог не мазало, мы должны его скотчем вот так вот заклеить, чтобы он не мазал нам ничего. Вот скотчем кусочек. Приклеиваем его вот сюда. И вот так вот у меня получилось. Вот. И еще хочу сделать вот тут по бокам, чтобы было тоже красиво. Я сделаю просто черным перманентным мастером. Я легких путей не ищу. И у меня получилось вот так. Да, это не очень красиво, потому что я легких путей не ищу. Когда я снимаю, не очень красиво получается. А теперь, чтобы сделать конверт по бокам, приклеиваем скотч. Сейчас я покажу, как это сделать. Берем обычный кусочек скотча. Вот так вот делаем. Повторяем то же самое с другой стороны. И вот это вот лишнее обрезаем. Вот так. И теперь просто приклеиваем в наш каталог. Я буду приклеивать вот сюда, вот посерединке, как я всегда делаю. Приклеиваем вот сюда. Аккуратненько. И вот так вот у вас должно получиться. Здесь я напишу каталог. И вот так вот у вас должно получиться. Что ж, этот каталог я хочу подарить своей лучшей подруге. Вот такой каталог. И хотела бы кому-нибудь его выслать, но он не поместится просто в конверт. И в письмо не поместится. И вот так вот у нас получилось. Кому понравилось, как я сделала этот каталог, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. А с вами была я, Марин КД. Всем пока-пока. И, кстати, если вы хотите, чтобы я показала, как я делаю бумажные сюрпризы, то вы должны под этим видео набрать 800 лайков. Я знаю, мы сможем, так как под каким-то видео мы набрали целых 15 тысяч лайков. Я думаю, мы сможем набрать 800. Поэтому всем пока-пока.